Пасха Пасха Пасхальные куличи – главное угощение на семейном застолье. Традиция выпекать особый хлеб у древних славян была во многом связана с сельскохозяйственными работами. Именно поэтому пекли его весной, то есть в то время, когда только начинается посев. Очень много спекуляций есть по поводу формы кулича. И так далее. Собственно, что такое кулич? Это круглый хлеб, который печется на Пасху. На самом деле трактовка кулича достаточно простая. Во время Тайной вечери, как вы помните, Иисус Христос объявил хлеб, собственно, преломленный на этом событии телом своим, телом Христовым, телом Божиим. И позднее, после явления Христа, его ученикам, когда они собирались вместе, они оставляли одно место для него и, собственно говоря, ставили там хлеб. Собственно, как олицетворение тела Христова. Высокие издобные, с изюмом, цукатами или орехами. Печь куличи хозяйки начинают за несколько дней до Пасхи. Печется он издобного теста, часто с добавлением изюма, кураги, сушеной клюквы и вишни. Кулич может быть большим или маленьким, но обязательно должен быть высоким. Чаще всего его декорируют глазурью, орехами и сахаром. У меня пасха с куличами, которые печет моя бабушка, естественно, с яйцами. Чтобы их покрасить, нужно взять лук, снять с него шелуху, ее немножечко поварить, опустить туда яйца, и они приобретают такой приятный кирпичный оттенок. У меня очень религиозная семья, и мы каждый год по традиции, папа приходит после службы, он приносит уже, получается, яйца, всякие куличи, Пасхи, которую уже батюшка посвятил, и мы встаем где-то в шесть, может, даже раньше немного, мы все вместе едим, а потом уже, как бы, обычный день происходит. Каждый год мы с утра едем к бабуле, она с вечера готовит пироги, там, с рыбой, с луком, с яйцами, и как раз-таки мы еще сами привозим крашенные яички, мы их с вечера тоже подготавливаем. Каждый год сначала покупаем краску, и вечером всей семьей их красим. Еще один известный символ Пасхи – яйцо. Традиционный цвет скорлупы – красный, но есть множество других оттенков и способов, как украсить яйца. Самый простой способ покрасить яйца на Пасху – воспользоваться готовыми красителями, которые продают в магазинах. Их выпускают в виде сухих порошков, гелей, паст или таблеток. Еще несколько десятилетий назад, когда в широком доступе не было пищевых красителей, яйца красили с помощью натуральных продуктов. В ход шло все, что могло украсить скорлупу – свекла, крапива, березовые листья, луковая шелуха и многое другое. Сейчас многие также используют народные методы окрашивания, а красивые и необычные узоры создают с помощью гелевых красителей и бумажных салфеток. Наша Пасха начинается еще с вечера субботы, когда мама достает красную шелуху, мы вместе красим яйца, также печем пироги с рыбой, с яйцами. Это вообще самый семейный праздник в году, как я думаю, даже больше семейный, чем Новый год. Иногда мы приходим также к бабушке, и она уже угощает нас своими сладостями. И в воскресенье мы все стоим в 5 утра, кто-то постарше уже ждет гостей, а кто-то идет только по первым стопам и собирает подарочки. Я из маленького города, у нас есть такая традиция, что мы в детстве рано с утра ходили по квартирам, стучались, и нам давали конфеты, яйца. Мы едем в село к родственникам, к бабушке, к дедушке, вот и там все вместе у нас вечером застолье, праздник. Еще одно блюдо, украшающее стол – пасха. Она готовится из творога и только один раз в году на праздник. Полагается брать творог самого лучшего качества – свежий, сухой и однородный. К ингредиентам относятся также сливочное масло, сливки или сметана, изюм. Иногда в пасху добавляют миндаль, цукаты, изюм и другие пряности. Пасха – прекрасный праздник. Во-первых, семья наливается счастьем, потому что каждую Пасху, пока я жил с родителями в своем родном городе, я спускался на первый этаж, видел, как весь стол украшен пасхальными яйцами, куличи и вся еда. Мне очень нравилось во-первых, у меня это было близкое, приятное ощущение того, что вся семья сплочается, мы сидим все за одним столом, завтракаем. Всегда готовила с мамой куличи, но в этом году, к сожалению, нахожусь вдали от своей семьи, и поэтому буду готовить пирог с луком и яйцом впервые в жизни. Впервые в жизни буду готовить одна, и для меня это очень волнительно. Очень волнительно, почему? Потому что все-таки без семьи как-то тяжеловато переносить такой семейный праздник, буду по ним очень сильно скучать и вот кушать и вспоминать. Пасха, в первую очередь, для меня это семья, это встреча и повод для того, чтобы всем нам увидеться. Каждый из стран символы и традиции праздника свои. Несмотря на их разнообразие, именно они становятся отличным поводом для совместного времяпрепровождения и укрепляют семейные ценности. Дмитрий Ушанкин, Кристина Отекина, Александр Антонов, Универ Новости. Редактор субтитров А.Семкин